Пресс-конференция Пресс-конференция Тренер команды по кикбоксингу и боксу команды ЦСКА Константин Ильич Новиков И олимпийский чемпион, двукратный чемпионка мира по летанию молто Статьяна Викторовна Сенка Владимир Владимирович, давай тогда с Вас начнём Уважаемые коллеги, Вы прекрасно знаете о том, что Вооружённые силы, вообще, они не могут находиться вне общества это часть общества Точно так же Точно так же. И спорт высших достижений в вооруженных силах является составной частью российского спорта высших достижений. Я специально попросил небольшую ремарку. В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее сборная России заняла второе место. 88 медалей. Из них 57 – это завоевали вооруженные силы. 65%. В 2000 году в Афинах Россию завоевало третье место общей команды. 92 медали, из которых 66 – это 72% – завоевали опять наши армейцы. 2008 год – картина такая же. Третье место – 72 медали. Из них 66 медалей – это армейцы. В 2019 год – Лондон. Четвертое место – 82 медали. И армейцы уже 37 золотых медалей – 45%. Есть небольшой спад, и он обоснован. Обоснован. Но я хотел бы еще немного рассказать вам о том, что вооруженные силы, и именно то, что я как представитель спорта, говорю, что в вооруженных силах есть самодостаточная система подготовки спортсменов высших достижений. У нас есть военный институт физической культуры в Санкт-Петербурге, который готовит кадров. До 2008 года по всей России, от Владивостока до Калининграда, у нас было 25 спортивных клубов. Соответственно, 25 спортивных родов. И около 70 детских спортивных школ, которые занимались селекцией от Владивостока, как я сказал, до Калининграда. И вот перед вами сидит олимпийская чемпионка Татьяна. Ну так уж получилось, она, будем так говорить, с детства, воспитанница детской спортивной школы. Тогда это был спортивный клуб СКА Ростов, сейчас это филиал ЦСКА. Ну это произошла реорганизация, но суть не меняется. Это я вам коротко сказал о системе подготовки. Также мы вне вооруженной силы спорта международного. В 1991 году мы стали членами международной военной организации. Она называется Всемирный совет военного спорта. Коротко, это СИЗМ. Эта организация в 1948 году была создана, а мы вступили в неё в 1991 году в эту организацию. Более 130 стран мира в этой организации. Девиз там «Дружба через спорт». Но я хочу, почему остановиться на этой организации и на работе. Дело в том, что в 1991 году мы стали членами этого СИЗМ. В 1992 году на Генеральной ассамблее СИЗМ было принято решение о проведении всемирных военных игр по подобию олимпийских. Каждый четырёхгодичный цикл. Хочу ещё немного сделать ремарку такую, что Международный олимпийский комитет, да, это, будем так говорить, локомотив спорта в мире. Есть студенческий спорт. И вот СИЗМ – это как раз третья организация по численности и по количеству стран. Так вот, в 1992 году было принято это решение о проведении всемирных игр. И первые всемирные игры состоялись в 1995 году в Риме. Так вот, в Риме мы заняли первое командное место из, ну, где-то 98 или 99 стран. Но самое главное, обратите внимание, 62 золотых медали мы завоевали. 62. После этих игр, 99-й год, это были игры в Загребе, уже стали нас немного, ну, ущемлять в каком плане. Вот такие виды спорта, где практически и на Олимпийские игры ездили наши, это вольная борьба, греко-римская, там, тяжелая атлетика, где мы, в общем-то, доминируем. Эти виды спорта исключили. Исключили эти виды спорта. Но при всех вариантах на вторых всемирных играх мы опять были первые, но уже у нас 46 золотых медалей. Китай стал основательно подтягиваться, 29 золотых медалей. Италия, 20 золотых медалей. Третьи всемирные военные игры в 2003 год, это я уже, будучи председателем спортивного комитета вооруженных сил, сам возил команду, когда я был зам председателя. В Китае, в Катании была очень серьезная борьба за первое и второе место. И до последнего момента, до последнего момента, мы проигрывали китайцам три золотых медали. Я поехал, как раз начались финальные бои по боксу. Главным тренером вооруженных сил, он и сейчас остается, сейчас это главный тренер Российской Федерации, сборной России, это олимпийский чемпион Лебзяк. Я приехал сюда, я говорю, Саша, надо что-то делать, выигрывать надо. Он говорит, Владимир Николаевич, не беспокойтесь, у нас шесть человек в финале, будет шесть золотых медалей. Говорит, мне не надо шесть, мне надо три, и мы уже выиграем. Выиграли пять золотых медалей боксеры. Вот Константин Новиков там присутствовал, да? Хочу запомнить Владимира Николаевича в том, что для многих ведь бокс, единоборство, это не футбол, не хоккей, там миллионы долларов не платят. Там ребята бьются за честь слады. Вы знаете, это как высокопарно звучит, громкие слова, но поверьте, это именно так. Почему? Потому что, когда приходят ребята заниматься в школу, я первым делом, потому что я тоже тренирую молодых спортсменов, юноши, мы стараемся им заложить вот этот армейский дух в сердце, дух победителей. И слава Богу, это получается. Поэтому вот так мы и выступаем. Хочу сказать, что в борьбе, именно в России, еще не было человека, который завоевал золото, или даже медал, не побывал в ЦСКА. Нету, что в последние олимпиады, там, например, три человека, которые не в ЦСКА, остались без медалей. Остальные, как в ЦСКА, все приехали с медалей. Как я вам уже сказал, что 6 ноября 2019 года вышло поручение президента Российской Федерации по созданию спортивных род. Но перед этим я вам еще раз хочу сказать небольшую вставочку по спортивным родам. Я уже вам говорил о том, что у нас было 25 клубов, 25 спортивных родов. И самое главное, вот почему я считаю, что это неправильно было сделано, когда не стало спортивных родов. Есть детские спортивные школы. По всей России у нас. Они работают. Не все попадают кандидатами в сборную России. Есть категория людей, которые поступают в институт, и есть спортсмены хорошие, но по тем или иным причинам еще не смогли попасть в сборную. И не смогли поступить в институт. И вот основная масса этих людей у нас призывала спортивная рота. Ввиду того, что у нас была, я вам говорю, селекция от Владивостока до Калининграда, работали тренеры, не пропадал ни один спортсмен. Они в спортивной роте тренировались и, как правило, уже, вот яркий пример Татьяна. Молотом я занимаюсь 14 лет, а за армию, так скажем, я выступаю 12 лет. То есть практически с детства. Меня сначала призвали в Ростове, в СКА, в армию. И со временем я росла, росли результаты. И я с удовольствием, с большим желанием выступаю за ЦСКА сейчас. И выступала в 2007 году на Всемирных армейских играх. Я там заняла бронзовую медаль. В соответствии с поручением президента Российской Федерации создано 4 спортивных роты. В Санкт-Петербурге, в Ростове, в Самаре и в Балашках, в Московской области. Первый призыв у нас было 102 человека. В этом году, вот осенний призыв, мы призвали уже 215 человек. не только зимний вид, вы как прекрасно понимаете, в соответствии с поручением там написано, все кандидаты в Олимпийские сборные, сборные России. Комплектуют эти списки Федерации с Министерством спорта. Эти списки к нам присылает и мы уже их призываем. Вот вчера конкретно у нас в музее в нашем спортивной славе принимали присягу 28 человек. Там присутствовал олимпийский чемпион 2008 года Ибрагилов Анвар по фехтованию. А сын его принимал присягу. Камиль и Ибрагим. Такая преемственность поколения в ЦСКА, что это говорит о том, что еще тренерский состав есть и работает. В 2015 году в Южной Корее будут проходить уже шестые всемирные военные игры. И задача у нас конкретная, ввиду того, что мы в Бразилию не поехали, это сложно сказать. Я не хочу делать прогнозы, но мы будем стараться, чтобы вооруженные силы Российской Федерации выступили достойно на этих всемирных военных играх. У нас воспитанников больше 13 тысяч в различных возрастах сейчас обучается в детско-юношеских спортивных школах ЦСКА. Всего примерно больше 550, порядка 580 тренеров работают в этих спортивных школах. И в общем мы имеем достаточно хороший результат. Это работа непростая и долгая. Чтобы подготовить спортсмена высшей квалификации требуется не менее 8 лет. И конечно же это такая большая работа, в которую вкладываются существенные и средства, и силы, ресурсы. И в данном случае эти ресурсы вкладываются армейскими коллективами, армейским спортом, в данном случае ЦСКА. И надо сказать, что работа ведется достаточно успешно. Сейчас мы подходим к формированию этих 14 спортивных команд. Тренеры наших спортивных школ и наших штатных спортивных команд сейчас ведут отбор воспитанников и людей, кого мы будем в эти команды набирать. И тут нам еще предстоит серьезная работа. Команды эти формируются таким образом, чтобы нам подготовить надлежащим образом сборную вооруженных сил России для выступления в 15 году на корейских военных играх в городе Мюнген, которые там состоятся в 15 году. Поэтому серьезные задачи, большая работа, и сейчас мы в рамках тех решений, которые довело до нас Министерство обороны, президент Российской Федерации и руководящие органы управления спортом вооруженных сил, разворачиваем эту работу. Потому что процессы эти только начинаются, мы в начале их, но уже совершенно очевидна тенденция. Мы восстанавливаем то, что было утеряно, мы восстановим и опять будем побеждать. В свое время, когда принималось решение о закрытии спортивных рот, комментировалось тем, что это непрофильная деятельность для Министерства обороны. И в дальнейшем Министерство обороны довольно активно расставало со спортивными объектами. Какие меры в обратном направлении будут строиться спортивные объекты или возвращаться обратно? По большому счету спортивные объекты строятся. Я вот сейчас как начальник ЦСКА, стал изучать даже эти строительные термины, потому что надо общаться со строителями и конкретно первый заместитель министра обороны ставить задачу. Вот этот объект надо вводить, он должен быть в титуле, надо деньги. Где и что строится? Сейчас будет на Комсомольском строится объект спортивный вот здесь Комсомольский 17. Затем у нас объект конкретно сейчас Тарасова Татьяна Анатольевна будет так тренировочный каток для фигурного катания на территории ЦСКА будет строиться. У нас около 36 объектов спортивных комплексов должны в течение 14-15-16-16-го года вестись это объекты для именно развития физической подготовки и спорта в вооруженных силах. Приезжайте в ЦСКА к нам будем разговаривать, говорить, писать и работать, чтобы вооруженные силы в системе спорта были той самой составной частью для спорта высших достижений России. Спасибо большое. Мне с той стороны тогда хотелось пожелать удачи всем спортсменам в частности спортсменам ЦСКА для всех будущих спортивных стартов. На этом завершаем нашу пресс-конференцию. Всем большое спасибо. До новых встреч на площадке Рео Новости. До свидания.